Компания Пежо никогда не делала суперкаров, но концептуальные разработки у французов были такие яркие, что любая Феррари обзавидуется. В 80-е компания была близка к созданию автомобиля, подходящего под определение суперкара, как никогда. И не какого-нибудь, а самого лучшего в своем классе. Интересно? Тогда поехали! Все началось с Квазара, который был представлен в единственном экземпляре еще в далеком 84-м году. Официально именно эта машина считается первым концепт-каром Пежо, изначально предназначенным только для автосалонов, без планов на серийное производство. И первый блин оказался не комом. Дизайн автомобиля тогда просто снес крышу автожурналистам и обозревателям, а также заставил подростков мечтать о Квазаре и расклеивать в своих спальнях плакаты с изображением этого футуристичного концепта. Машину представили на Париж Моторшоу, и тогда она еще не успела завоевать сердца коллекционеров. Знали бы они тогда, что двумя годами позже раллийный собрат Квазара станет двукратным чемпионом мира по ралли в 85-м и 86-м годах. Собственно говоря, именно Пежо 205 Турбо 16 послужил базой для первого концепта компании, в которой с самого начала теплилась идея автомобиля с удивительным сочетанием мощи раллийного болида в костюме гражданского суперкара. К тому же кузов хэтчбека все же накладывал некоторые ограничения, что не давало инженерам и дизайнерам Пежо разгуляться на полную. На минутку я год назад уже делал ролик о безумствах в ралли группы B и о тех монстрах, которые там выступали. Собственно, из-за с каждым годом все более неподконтрольной мощи которых ее и прикрыли. На всякий случай оставлю на это видео ссылку в описании и подсказки в правом углу экрана. Что же касаемо Квазара, цель была достигнута. Пежо удалось удивить любителей необычного. Концепт получил тот же двигатель, что и у раллийного монстра, установленный поперечно по центру. Это четырехцилиндровый агрегат объемом 1,8 литра на 600 лошадиных сил. Как видите, одинаковый движок в Квазаре все же выдавал большую мощь. Дело не поправилось даже с выпуском более поздней модели раллийного хэтча Evolution 2 205 T16, который на своем пике мог производить до 550 лошадиных сил. Также у Т16 позаимствовали полный привод, подвеску и тормозную систему. На то время такие характеристики было трудно превзойти. Но в отличие от ралли-легенды, Квазар получил уникальный выхлоп и футуристический салон. Последний своей технологичностью точно превзошел все автомобили своего времени. Вдумайтесь, 1984 год, а у вас полностью цифровая бортовая панель и продвинутый мультимедийный центр с большим экраном. Бортовой компьютер, полноценная навигация и нечто вроде пейджера, на который водителю могли приходить текстовые сообщения. Помимо этого, улучшенная аудиосистема и другие цифровые возможности. Вам не кажется, что общая внутренняя планировка Квазара уж сильно смахивает на современные автомобили? Сам салон выполнен в вызывающем красном цвете. Сидения обшиты натуральной кожей красного цвета с тисненным логотипом Peugeot. Цифровые панели имеют ярко-синий фон. Такой же цвет использован в ковриках под сидениями. Такой удивительный контраст мог впечатлить кого угодно. Но вряд ли тот, кто видел этот автомобиль тогда, запомнил цвета его интерьера. Зато, бьюсь об заклад, абсолютно каждый, хоть как-то сталкивающийся с Квазаром, наверняка запомнил его заднюю часть, в которой неприкрытым образом видна вся силовая база автомобиля. Массивные выхлопные наконечники с идеальным металлическим блеском и такой же двигатель. Механические элементы расположены тесно к друг другу с сильным переплетением выхлопной системы. Действительно, дизайн был просто космическим, в том числе и для самой компании Peugeot. Как раз подстать, чтобы вовсю красоваться на наклейках турбо. Не в своей тарелке, как по мне, прибывают лишь задние фонари, снятые с обычного 205-го. Сам суперкар имеет небольшую высоту, двери-ножницы, а над пассажирами расположен огромный стеклянный навес, который плавно переходил в лобовое стекло. Однако дальше концепта, как я уже говорил, дело не пошло. Компания привлекала к себе внимание и зарабатывала поклонников. Все это было запоминающимся представлением о том, как может выглядеть суперкар Peugeot группы B. Но тогда даже в компании не знали, что их идеи получат достойное продолжение. Воплотились они спустя два года в более продвинутой Проксима, развивавшей идеи Квазар, но с еще более невероятным дизайном. Любители космоса, вероятно, уже провели параллели с названием автомобиля, взятым в честь Проксима Центавра, ближайшей к Земле звезды после Солнца. Прототип, представленный в 1986 году на мотор-шоу в Париже, стал витриной достижений бренда и определил основные векторы развития Peugeot на ближайшие несколько лет. Совершенно дикая даже по сегодняшним временам Проксима отличалась от привычных автомобилей тем, что задние колеса были отделены от остальной части кузова, а также почти отсутствовали передние и задние свесы. Помимо всего прочего, концепт был невероятно технологичен по меркам 1986 года. Что вы скажете об автоматическом контроле давления в шинах? Накачать и спустить покрышки, настроить оптимальное значение можно было не выходя из салона. А чего стоит откидывающийся назад стеклянный купол из поликарбоната? Он обнажал алый интерьер с формулой 2 плюс 2, включающий навигационную систему и монитор заднего обзора, подключенный к установленной сзади камере. Чтобы попасть внутрь, в машину нужно было зашагивать, словно пилот забирается в истребитель. Учитывая малую высоту чуть больше 1 метра, сделать это не составляло большого труда. Приборной панели у Проксимы не было, вместо нее в салоне располагалось сразу 5 цветных жидкокристаллических экранов, а два бортовых компьютера с общей памятью в 40 мегабайт по тем временам тоже являлись чем-то запредельным. Среднемоторное купе имело крайне малый вес в 1080 килограмм, а мотор тут уже 680-ти сильный, в 6 объемом 2,85 литра, с битурбо, интеркулером и четырьмя клапанами на цилиндр. Все это вращало все четыре колеса, умная электроника распределяла крутящий момент между осями. По умолчанию тяга подавалась на заднюю ось, но при проскальзывании колес купе мгновенно становилось полноприводным. Добавьте сюда стойки к перегреву карбоновые торбозные диски и поймете, почему в конце 80-х постеры с изображением Пежо Проксима украшали спальни подростков по всему миру. Малый вес болида стал заслугой в первую очередь кузова, изготовленного по формульным технологиям из карбона и стеклопластика. Весь этот набор обеспечивал расчетную скорость в 310 километров в час. И все же отдельного внимания заслуживает интерьер, в котором на первый взгляд не хватает разве что кальяна. Самая трогательная в нем деталь, если судить глазами человека из эпохи интернета и компьютерных технологий, это выпуклый экран телевизора навигационной системы и кассетная дека в мультимедийном центре перед пассажиром. Хотя и щель для CD тоже уже есть. Создается впечатление, что дизайнеры Бэтмобиля черпали вдохновение из этого Пежо. Есть у них что-то общее. Взять хотя бы пару солнечных батарей в задней части, помогающих заряжать аккумулятор. Вот только Проксима – семейный автомобиль. Есть куда детей посадить, но и мультики им поставить, чтобы не скучали в дороге. А еще сильнее поражало оснащение. Двигатель запускался при помощи пластиковой ключ-карты, а на цветной дисплей можно было вывести изображение с одной из пяти внешних камер или подсказки спутниковой навигации. Также Проксима оснащалась чувствительным к скорости усилителем руля и радаром для предотвращения столкновений, что-то наподобие сегодняшнего активного круиз-контроля. И хотя оформление передней части на фоне всего этого безумия может показаться консервативным и даже немного скучным, именно на Проксиме обкатали дизайнерскую концепцию, которая через пару лет легла в основу седанов 405 и 605. Кстати, дизайн этого концепта навеян работами небезызвестного Луи Джеколани, создавшего также Лада Горби на основе Нивы, о которой я рассказывал вам в одном из прошлых выпусков на канале. И все же Проксима вряд ли имела шанс пойти в серийное производство, хотя бы из-за своего внешнего вида, чего не скажешь о последовавшей за ней Peugeot Oxia. Этот концепт выглядел куда более реалистично, хотя имел сотовую алюминиевую структуру, полноценный полный привод, электромеханическое рулевое управление всех четырех колес и активное заднее антикрыло, прямо как у Bugatti Veyron спустя 17-то лет. Это был просто вынос мозга. На Oxia реально можно было ездить каждый день, а не только покупать плакат с ее изображением. В Peugeot сделали машину, которая одновременно и выглядела, и ехала. Помогал ей в этом все тот же 2,8-литровый бетурбированный двигатель V6 мощностью 680 лошадиных сил. При весе 1300 кг и полном приводе, он обеспечивал максимальную скорость болида в 349 км в час, а это больше, чем у гиперкаров тех лет и одновременно самого быстрого серийного автомобиля – Ferrari F40. Самое поразительное, что этот концепт, в отличие от предыдущих, действительно испытывался и действительно подтверждал такой результат на практике. Разгон до сотки, правда, составлял 4,5 секунды, когда те же F40 или 959 Porsche делали это за 3,7. Хотя в других источниках пишут о разгоне Oxia до 100 за 3,6 секунды, в-третьих утверждается о цифре 3,1 при положении антикрыла, настроенном на максимальное ускорение. Учитывая, что движок управлялся сложной электроникой, имел множество прорывных на то время решений, одним из которых была возможность кратковременного форсажа, различные цифры, сказанные мной выше, имеют право на жизнь. Разгон мог замеряться при разных настройках этого космолета. В любом случае, докопаться до истины уже совсем непросто. Дизайном Oxia занимался Жерардо Вельетер, и ему явно удалось совместить привычные для Peugeot детали, лаконичность, простоту, а также внешность некой ракеты. А множество технологичных фишек из прошлых концептов, вроде солнечных батарей, навигации, мультимедиа и бортовых компьютеров со всеми вспомогательными системами, вроде контроля давления в шинах или системы поворота всех колес одновременно, перекочевали и в Oxia. И все же, несмотря на все это, компания закрыла проект, не обладая достаточными финансовыми ресурсами для его реализации. А зря. Oxia и в самом деле могла быть впереди планеты всей, и хватит смелости у Peugeot поставить суперкар в серию. Но, увы, более подробно об этой легенде из 80-х я также рассказывал в выпуске, который сейчас появился в подсказке вверху экрана, и ссылку на который я оставил в комментариях. Обязательно посмотрите, если не видели. Как бы то ни было, Peugeot 80-е проделали колоссальную работу, чем заставили всех восхищаться своими машинами, и многократно повысили доверие к марке, завоевывая народную любовь и выращивая поклонников во всех уголках земли. Думаю, выпустя они какой-нибудь из концептов в серию, мир суперкаров качественно бы изменился в лучшую сторону. В Peugeot могли произвести революцию, учитывая свой колоссальный опыт в гонках и автомобилестроении в целом, но не сделали этого. Если понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин